кстати многое зависит от ракурса съемки как вы снимаете во что одеты и в итоге у вас будет и желта нет и прочее 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 так что вот еще и кручусь перед вами спасибо за просмотр! В качестве микроэлементной добавки я пью вот такой вот морской коктейль. Его делают из разного рода раковин и, я думаю, различных водорослей. Вот он какой получается, то есть такая киселеобразная жидкость. Все это в герметичных таких пакетиках, порошок, заливается прохладной водой комнатной температуры. Примерно часа три-пять настаивается. Получается такой вот кисель, еще разок вот показываю. И этот кисель пьем. Я понимаю, что не у всех имеется возможность такого морского коктейля. Я вам показывал. Это я так изредка пользуюсь. Вкус у него специфический такой, йодистый, с морскими водорослями. Я употреблял чуку и вам рекомендую. В чуку можно добавлять морскую капусту. Есть там, продается морская капуста и чука в таких вот расфасованных боксиках. Смешиваете чуку с морской капустой. Морской капустой 1,4 час. Чуки берете побольше. И получается у вас прекрасная микроэлементная подпитка всего организма. Плюс вот эти вот водоросли. Кстати, вот эти же водоросли здесь разбухают. Они дают такую киселеобразную массу. Тут такой жиденький кислёк. И вот эта вот масса как раз и очищает, и питает, и нормализует микрофон. Это один из секретов японских долгожителей, которые живут у моря, остров Окинала. Пожалуйста, можно всё организовать. Главное – организовать свою жизнь. Вы видели мой тренинг. Тренинг жестокий. Ну и как-то довольно-таки быстро от него отошёл. И ещё у меня есть некоторые секреты, о которых я вам сегодня расскажу. Я вам обещал ещё раскрыть один из секретов, что я сейчас делаю, как я использую тадикамп эфирные масла. Смотрите внимательно. И что-то хорошо. Вот у меня базовое масло. Базовое масло – это, по-моему, абрикосовое. Абрикосовое – базовое масло. Вот чашечка, в которой всё это будет смешиваться. И начинаем. Абрикосовое масло. Примерно чайная ложка. Больше не надо, потому что очень трудно втереть. О! Видите, сколько я накапал. То есть, по крайней мере, теперь тадикамп. Видите, тадикамп, этот, краснодарский, майкопский. Тадикамп не обожжёт. Примерно я так. Вот это и хватит. Сколько там капель? Капель 6-7 примерно. Теперь дальше идут эфирные масла. Эвкалипт. Желательно вообще эфирные масла. Хватит. Две капли. Сочетать. Они должны сочетаться между собой. Я как-то на это дело пока внимания не обращаю. Это у нас эфирное масло. Это эфирное масло корицы. Корица. Также две капли. Более не надо. полынь. Полынь. Вот полынь. Хорошее средство. Две капельки. Особенно там для печенки там погнать. Всякого рода паразитов и прочее прочее. Далее у нас идет чабрец. Редкое масло, но тем не менее очень интересное действие. Все. Две капли есть. Уже стоит дух непередаваемый. Так. Что у нас дальше идет? Дальше у нас идет пихта. Отлично. Фитонциды пихты. Две капли есть. Уже ничего не осталось. Да. Тут уже ничего не осталось. Фитонциды пихты особенно эффективны при бронхолегочных заболеваниях. Это у нас что за херня? Что за херня? Я ничего не вижу. Какая-то меринка, можжевельник. Ты тоже плохо видишь? Да. Ну мы капнем. Я до этого его рассматривал. Далее у нас идет гвоздика. Сильнейшее глистогонное масло. Не любят герпес и прочие роды рыбки. Две капли. Две капли. Она очень сильная. И в случае чего может вызвать даже ожог. Вот это что у нас такое за масло? Я его не прочитал. Я его не прочитал. Хороший какой-то. Ладно. Я его тогда не прочитал. Так. Благородное масло розы. От розы ваше тело будет пахнуть. Ах! И целом смесь у вас будет приобретать от тела такой запах благородный. И наконец-таки кедр. Кедровое масло. Две хватит. Значит. Запоминайте. Желательно одну-две капли. Большая дозировка вам ударит в голову. Может быть головокружение. Может быть все что угодно. Видите. Вот у меня ящичек. Который я использую. Далее. Я беру. Вот это то что у меня получилось. Вот так вот. Деревянной лопаточкой. Все это размешал. Все. Смесь готова. Вот это вот все надо втереть в тело. Спину, плечи, шею. Закрываем. Потому что супруга не выдерживает. Даже на втором этаже. А мы делаем в подвале. Так. Теперь смотрите. Александр Ковач. Герой. Крыма. Человек рванувший гирю. 238 раз. Гиря практически не опускалась. Человек 10 минут как автомат работал. Далее. Он же будет меня массажировать. Отмассирует как Йохан и Баба. Все делаем в походных условиях. Без всяких там этих. Личных, хрышных. Тлах-бах. Слушай, Саша. Прошу обратить особое внимание. на плечо. И на локти. Делаем. А. 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 Моги порвала. Вот я Леха, вот я так вот наживаю, ты сам чувствуешь там поисканица. Что это? Что это? Да, дискомфор, да. Что это там не на месте стоит. Какого она? Какое впечатление, как он утоплен туда. Что и есть на самом деле. я сегодня хорошенько потерявался не вчера но я не зеленью составить сладко вчера ельками андрюшка тоже качнулся не тоже меж уже принципе я вчера 24 дозорвал потому что благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч